Всем привет! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. Сегодня мы шьем худи. Шить худи своими руками очень просто. Такая обновка в качестве подарка порадует любого человека, который активен и любит непринужденный стиль в одежде. Худи это разновидность трикотажного свитера. У него простой крой, рукав рубашечный или реглан, как у нас, и имеется капюшон. Капюшоны могут быть различного покроя и различной степени объема. Худи изделие всесезонное и предназначено для повседневного использования. Сегодня мы будем шить худи на основе готовой выкройки. Предварительно выкройку мы скачали, проверили, внесли необходимые корректировки. Ссылочку на эту выкройку вы найдете под видео. Этот худи заказ моего сына. И по желанию заказчика капюшон мы сделали объемным. Стороны капюшона находят друг на друга по середине переда. Все швы в капюшоне и швы по горловине мы закрыли киперной лентой. Сделали также достаточно объемный карман кенгуру на животе. Здесь есть отметочки. Впоследствии на этот худи мы нанесем логотип его любимой рок-группы. Что же может быть приятнее, чем порадовать любимого мужчину? Любое изделие начинается со снятия мерок. Для проверки готовой выкройки нам тоже нужно снять необходимые мерки. Первая мерка – обхват груди. По ней мы будем определяться с размером изделия. Обхват талии, обхват бедер. Все эти мерки снимаются стандартно по общепринятым правилам. Следующая мерка – длина рукава. В нашем случае рука фреглан, поэтому мерку длина рукава мы снимаем от шеи. Укладываем сантиметр свободно по плечу и измеряем необходимую длину рукава. Длина изделия. Как во всех методиках, длина изделия у нас измеряется от седьмого шейного позвонка. И делаем мерочку, необходимую нам по нашим задумкам. Для того, чтобы проверить капюшон, нам необходима мерка от плеча через голову и до другого плеча. Эту мерку мы разделим пополам и проверим капюшон, который есть в нашей выкройке. Также нам понадобится мерка обхват шеи, обхват плеча в самом широком месте руки и обхват кисти для того, чтобы рассчитать необходимую длину манжета. Вы скачаете и распечатаете лекала. Это лекала из журнала Бурда. Они очень хорошего качества. Здесь есть все необходимые отметки, все листочки подписаны, в каком порядке их собирать. Так что с этим проблем у вас не будет. Первая мерка, на которую мы ориентируемся, для того, чтобы выбрать, какой размер нам снять с лекал, это обхват груди. У нашей модели обхват груди 92 см. Это стандартный 46 размер. Значит, нам нужно промерить, вот здесь на выкройке указаны все размерчики, нам нужно проверить ширину лекала 46 размера сразу под проймами. То есть эта мерка соответствует обхвату груди. Мы измеряем ширину спинки, мы измеряем ширину полочки и сравниваем данную мерку с полуобхватом груди. Таким образом мы сразу определяем, какая свобода облегания будет в нашем изделии. Ширина спинки под проймами у нас 26 см. Ширина полочки суммарно со спинкой 52 см. Значит, общая ширина изделия на уровне груди у нас составит 104 см. Обхват груди 92 см. Ширина получившегося изделия 104 см. Значит, в ходе будет прибавка на свободное облегание 12 см. Что, в общем-то, хорошо и приемлемо для изделий данного кроя и данного предназначения. Значит, мы будем снимать лекала размер в размер. Вот он 46. Переведем на прозрачную бумагу и уже с этими лекалами нужного нам размера будем работать дальше. Что нам нужно проверить еще? Нам нужно проверить длину изделия, которая предлагается. В данном случае 60,5 см. Нам по мерке необходима длина изделия 60 см. Плюс поясок. То есть, получившуюся разницу в полсантиметра можно никак не корректировать. Длина рукава от шеи для нашей модели составляет 72 см. В данном случае по мерке длина рукава составляет 71 см. То есть, оставляем как есть. Менять в данном случае ничего не нужно. Напуск, который получится по длине рукава, после того, как мы пришьем манжет, пойдет у нас на свободу движения. Дальше проверяем параметры капюшона. Здесь есть отметки, которые соответствуют плечевому шву. Мы с вами снимали мерку от плечевого шва на одной стороне через голову до плечевого шва на другой стороне. Значит, в этом месте мы и проверяем высоту капюшона. Высота капюшона составляет 36 см. А по мерке у нашей модели минимальная высота должна составлять 33 см. Значит, имеем 3 см на свободу в капюшоне. Это хорошая мерка. Капюшон получится достаточно объемный, но не расхлябанный. И будет хорошо смотреться в изделии. После всех промеров оказалось, что данную выкройку нам практически можно не корректировать. Поэтому нужный нам 46 размер. По разметке снимаем на кальку и будем использовать эти лекалы для раскроя. А данную распечатанную выкройку сохраним для того, чтобы сшить следующие худи. Для сыночка, у которого обхват груди 104, размер 52. То есть мы уже будем снимать другой размер с этой же выкройки. Для изготовления худи приобрели итальянский хлопковый трикотаж. Внутренняя поверхность у него с небольшим начесом. Ткань с очень интересными свойствами. Она поперек петельных столбиков тянется значительно меньше, чем по петельным столбикам. А так как нам в изделии нужна все-таки большая стабильность по вертикали, пришлось кроить неправильно. То есть направление долевой на лекалах у нас идет поперек петельных столбиков. Такой прием мы делаем в первый раз, потому что в первый раз столкнулись с такой тканью. Ну посмотрим, какой будет результат. Лекалы разложены на ткани. Припуски на шов размечены с помощью вот этого шаблона шириной 1 см. И припуски получаются очень равномерные. Теперь мы вырежем деталь полочки со сгибом, деталь спинки со сгибом. Дальше будем перекладывать ткань для того, чтобы более экономно уложить рукава и капюшон. После того, как выкроили полочку и спинку, подумали, как мы можем наиболее экономно использовать эту ткань. Как разложить так, чтобы у нас все поместилось. Вот капюшон положили сюда. Сейчас мы его выкроем. Потом ткань сложим пополам, лицом к лицу. И вот на этом свободном участке будем кроить два рукава. То, что там останется, у нас пойдет на карманы, манжеты и пояс. Уложили рукав. Уложили карман со сгибом. Припуски у рукава 1 см. Также их делали по шаблону. Припуски по верхнему срезу кармана 2,5 см. По входу в карман 2,5 см. По боковому срезу 2,5 см. Внизу сантиметр. Здесь карман будет вшиваться в пояс. Из оставшейся ткани разложим нижний пояс и два манжета. Детали все выкрыли. Собирать худи мы начинаем с обработки кармана. Вот так выглядит карман с лица. Вот так выглядит карман с изнанки. Все сгибы, все припуски мы проклеили нити прошивным флизелином. Для того, чтобы карман у нас при эксплуатации не вытягивался. Вход в карман приутюжили на 2,5 см. Припуски по боковому срезу и по верхнему срезу приутюжили на 1,5 см. С лицевой стороны проложили вспомогательные линии мылом на 2,5 см от входа в карман. Это ориентир для распошивальной машины. По этой линии пойдет у нас крайняя левая игла. И тогда застил у нас полностью захватит вот этот вот срез припуска. И также отметили середину кармана. Эти отметки будут нужны при притачивании кармана на деталь полочки. Сейчас проложим на распошивальной машине отделочные строчки по входу в карман. С выкройки на деталь полочки перенесли разметку кармана. Совместили все метки. Уложили карман по разметке. Дальше проверили симметричность. Измерили расстояние от бокового среза до кармана с одной стороны. С другой стороны одинаково по 6,5 см. То же самое от бокового среза до верхнего угла кармана. Померили расстояние одинаковое. Притачивать карман мы будем на обычной швейной машине. Вход в карман мы не трогаем. Он остается свободным. Надо притачать вот этот короткий боковой срез. Немножко поставить закрепочку на вход в карман. Дальше здесь закрепочка. Притачиваем верхний срез. Закрепка. Здесь закрепка. Боковой срез. И карман у нас будет готов. Карман притачали. Расстояние от края до строчки 0,203 мм. Нижний срез кармана приметали временной строчкой. Здесь мы его притачивать на машине не будем. Здесь он уйдет под поясок. Проверили симметричность кармана. И пока деталь переда мы убираем. Дальше нужно обработать капюшон. Предварительно срезы от ворота капюшона проклеили стабилизирующей кромкой. На деталь капюшона с выкройки перенесли разметку, где у нас будет петелька. Для того, чтобы получилось абсолютно симметрично, складываем детали лицо к лицу и переносим отметку на вторую деталь. Делаем поярче. В таком случае можно быть уверенным, что у нас будут петли абсолютно симметричные. Люверсы на этот трикотаж решили не ставить, потому что все-таки есть опасность, что они вывалятся. Даже несмотря на то, что места под эти люверсы мы проклеили дублерином. Значит, мы сделаем обычные петельки, как делаем под пуговицы. Сточали средний шов капюшона швом 1 см. И пришла нам в голову идея закрыть этот шов тоже киперной лентой, так же, как и горловину. Для этого мы подрежем припуски наполовину. Ширина этой киперной ленты равна 1,5 см. Значит, развернутые припуски в сумме должны составлять меньше, чем 1,5 см, чтобы они не торчали из-под этой киперной ленты. Значит, мы подрезаем припуски наполовину и разутюживаем. И будем закрывать шов вот так киперной лентой. Для того, чтобы притачивать киперную ленту красиво и равномерно, мы рисуем себе вспомогательную линию посередине. И эта вспомогательная линия должна совпасть с руслом шва. Ставим вспомогательные булавки, контролируем, чтобы с другой стороны они выходили у нас через русло шва. И фиксируем. Строчку будем прокладывать на 0,1 от края киперной ленты. Важно, чтобы с лицевой стороны строчка у нас получилась на одинаковом расстоянии от шва стачивания капюшона. Средний шов капюшона закрыли киперной лентой. По-моему, очень симпатично получилось. Так выглядит это изнутри капюшона, так это выглядит снаружи капюшона. Следующее. Мы должны обтачку цельнокраенную капюшон отвернуть на изнаночную сторону. И мы ее так же, как обрабатывали вход в карман, будем притачивать на распошивальной машине. Для этого нанесли вспомогательную линию, которая у нас обозначает край подгиба с изнанки. Поставили булавочки. И эта линия у нас ориентир будет для средней иглы, чтобы срез цельнокраенную обтачку капюшона оказался у нас внутри застила. Цельнокраенную обтачку капюшона притачали на распошивальной машине. Если нет распошивальной машины, можно воспользоваться двойной иглой. Или подобрать строчку из арсенала вашей швейной машины. Вот такой симпатичный застил получился внутри. Срез обтачки попал в застил. И внешний вид очень аккуратный. Дальше вкладываем выкройку. Срезы уравниваем. И отметку середины переда переносим, если она у вас стерлась. Прокалываем булавкой. Переносим ее на вторую сторону. То есть капюшон в готовом изделии будет у нас вот так чуть-чуть с нахлёстом. Вкололи и втачали рукава. Втачали на обычной швейной машине. Срезы обработали на оверлоке. И теперь будем втачивать капюшон в горловину. Капюшон вкололи в горловину. На что нужно обратить внимание. Средний шов капюшона должен быть совмещен с меткой середины спинки. Отметки середины переда на капюшоне должны быть совмещены с отметкой середины переда на полочке. Швы втачивания рукавов к спинке и к полочке мы ориентируем на рукава. И теперь проложим строчку на швейной машине. Ширина шва 1 см. Втачали капюшон в горловину. Шов в притачивании капюшона мы хотим закрыть киперной лентой. Для того, чтобы сделать это максимально аккуратно, нам нужно припуск капюшона отогнуть. А припуск самого худи подрезать наполовину. Тогда мы сделаем более плавный переход и снизим толщину этого шва. Втачивать киперную ленту мы начнем с левого рукава. Вот поставили метку за середину рукава, ближе к спине. И отсюда начнем втачивать киперную ленту. Отгибаем припуск самого капюшона. А припуск худи подрезаем наполовину. И так мы сделаем по всей горловине. Киперную ленту, для того, чтобы она лежала по горловине лучше, предварительно с помощью утюга придали ей изогнутую форму. Вот этот внутренний срез мы будем притачивать близко к шву притачивания капюшона. А наружный срез, который у нас получился более длинным, пойдет на изделие. И таким образом пришитая киперная лента ровно и красиво ляжет по горловине, и изделие нам затягивать не будет. Шов притачивания капюшона в горловину развернули. Прикололи киперную ленту к строчке, которую мы втачивали в капюшон. И будем притачивать на 1 мм от среза киперной ленты. Там, где мы замыкаем киперную ленту, мы делаем перехлёст на пару сантиметров. Лишнее обрезаем. Киперную ленту подгибаем на сантиметр. Укладываем киперную ленту так, чтобы у нас здесь точно совпали края. И продолжаем притачивать в круговую. Переходим на строчку на начало киперной ленты и ставим здесь закрепочку. Вот такой стык должен получиться. Теперь горловину нужно немножечко поутюжить и притачивать киперную ленту по длинному краю. Киперную ленту наружным краем прикололи к изделию. Здесь обязательно нужно проверить, чтобы на самом изделии не было никаких заломов и заминов, чтобы ткань под киперной лентой и от киперной ленты ложилась ровно. Иначе тогда вот с этой стороны может быть деформация деталей кроя. Кололи, всё проверили. И будем прокладывать строчку по наружному краю киперной ленты на 1 мм от края. При притачивании наружного края киперной ленты очень важно следить, чтобы изделие от иглы по радиусу было расправлено, чтобы не было вот такого положения деталей. Иначе на лицевой стороне будет деформация шва и заломы. Поэтому ручкой вот так выправляем, чтобы всё у нас лежало ровно. Мы для удобства притачивания иглу позиционировали, сдвинули её вправо, чтобы она шла непосредственно к краю вот этой прорези лапки. Нам так просто вот визуально удобнее её ориентировать. И не торопясь, на небольшой скорости машины прокладываем строчку. Всё время следим за тем, чтобы изделие было расправлено от иглы, вот так вот по радиусу. Вот так теперь выглядит шов втачивания капюшона с изнанки. Все припуски закрыты, шее будет комфортно. Это, как помните, у нас средний шов капюшона, тоже закрыт киперной лентой. Теперь посмотрим с лица. С лица важно оценить, чтобы изделие под киперной лентой вот на этом участке лежало ровно, чтобы не было никаких вот таких заломов. Если они образовались, этот участок нужно подпороть и переделать. На полочке ровно лежит, на спинке тоже всё ровно лежит. Ширина шва одинаковая. После того, как закончили обрабатывать шов втачивания капюшона в горловину, нужно единой строчкой стачать боковые швы и шов рукава. Обратите внимание на место, где у нас сходятся швы втачивания рукава. Здесь припуски нужно разложить в разные стороны, для того, чтобы снизить толщину в этом месте. Можно шов этот стачать сразу на верлаке. Можно проложить строчку на швейной машине на 1 см. И потом срезы обметать на верлаке. Здесь как вам удобнее. Сточали на швейной машине боковой шов и шов рукава. Обметали срезы на верлаке. Манжет стачали в кольцо. Срезы разутюжили. И булавками разметили манжет на 4 части. Также поделили нижний срез рукава на 4 равные части. Нижний срез худи разделили булавками на 4 части. Пояс скачали в кольцо. Срезы разутюжили. И также булавками разделили на 4 равные части. То есть сложили его пополам. Поставили булавку. И еще раз пополам. И поставили эти две булавки. Принцип притачивания пояса и манжета будет одинаковым. Мы берем манжет. Лицом к лицу складываем с рукавом. Совмещаем булавки. И будем притачивать манжет, слегка растягивая. Манжет выкроен по обхвату кисти с небольшой поправкой на растяжимость ткани. Все булавки совместили. Будем притачивать манжет на швейной машине. Срезы потом обработаем оверлоком. Вот видим, что вот эти вот избыток ткани везде приблизительно одинаков. Если так вам сложно распределить избыток ткани, можно, растянув манжет, поставить еще вот здесь промежуточные булавки. Для того, чтобы распределение было более равномерным. Манжеты и пояс мы притачали. Припуск обработали на оверлоке. И заутюжили припуски на изделие. Наш худи готов. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нам в наших соцсетях. Ссылки в шапке канала.